друзья всем привет привет мы продолжаем вас знакомить с лондоном и сейчас мы хотим показать вам сколько стоит жизнь в лондоне и начнем из продуктов как известно последнее время во всем мире цены поднимаются растут и мы хотим сегодня показать вам какие же цены на самом деле в конце 2022 года и сделать закупку в нескольких магазинах и сравнить прайс и у нас первый магазин это теско магазин огромный выбор огромный так что берем корзинку и поехали мы будем покупать продукты которые нам нужны которые нам необходимы это не слишком много продуктов остальные просто может мы будем с полок брать и смотреть цену и потом сравним в другом магазине бананы у нас 78 пик один килограмм берем большие красивые бананы дыни арбузы кокос одна штука ананас ананас брать мы его здесь не будем но стоит он фунт 75 полтора фунта мандарины апельсины 50 и 12 штучка получается яблоки по 385 250 полтора сравнивать бананы меньше чем меньше чем фунт килограмм бананов и килограмм яблок на яблоки это немножечко подороже но вот есть по 90 пик это у нас 6 штук пакет виноград 2 фунта любой упакованный сливы и персики все плюс-минус фунт полтора малины здесь 125 грамм и стоит она фунт 39 чуть-чуть побольше есть упаковочка здесь 150 грамм и стоит она 2 фунта кстати здесь недорого орехи микс орехов стоит 225 сколько макадами стоит интересна макадами стоит 3 фунта а если у тебя есть клубная карта то два за 5 зелень всякая разная прикольно что тут она вся упакована прикольно посаженная вот это вообще крутяк вот это мне очень нравится когда ты поливаешь и и она зеленая продолжает расти у нас росла прямо не просто зеленая а продолжала расти бонус такой ну а вот эта штука в лондоне бесполезная а почему на каждом углу на огородах у людей просто как в крыму лавровый лист так один огурец стоит 69 ты а есть под 95 он такой побольше потолще давай сравнимо а ну да разница приличная ну и цене разница тоже приличная но есть такие вот маленькие еще огурчики по одному фунту тут их 6 штук так поменьше перец до 3 штучки в упаковке стоят фунт 25 такой побольше перец стоит полтора фунта вот тут как-то логично логично большие помидорки стоят 85 пи на там сколько 6 штук а маленькие помидорки стоят дешевле потому что они маленькие это логично не в 5 раз дороже а дешевле и стоят они 69 пи может взять капусту это не капуста это айсберг простите это салат айсберг я ледину с айсбергом ледину от айсберга не отлично стоит он здесь всего 60 пи ну и куча всякой зелени тут есть это не но где моя любимая зелень рукола вот вот она в общем зелень они тут любят и и кукуруза круглогодично походу уже зима кукуруза молодая все равно продается нарковка салаты которые никому не советую брать не знаю на любителя конечно но я брал вот такой вот салат я его не доел он короче там куча лука и она такое все с майонезом цари почищенная картошка замаринованная картошка запеченная картошка это картошка это вареная картошка наверно в каком-то масло да 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 в масле каком-то это готовые продукты до в британии кстати в британии кстати очень много готовых продуктов я думаю мы сейчас будем идти еще по рядам там где будут всякие супы вот это все они ценят свое время и проще закинул микроволновку съел или зашел в кафешку что они делают очень активно так вот они готовые продукты целая куча пожалуйста кинул микроволновку или в духовку и готовая тебе полноценное блюдо да здесь какая-то вот картошка сыром тоже картофан какое-то с какими-то овощами вот рис с мясом еще рис с мясом смотри масло с чесноком сразу это для этих булок да 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 режешь булку намазываю сразу тебя с чесноком не паришься да не покупаешь чеснок отдельно и в духовку да не надо ничего там никакие чеснокодавки там ничего чистить просто намазал и все и кстати у них есть еще масло соленое давай посмотрим но она должна здесь быть вот это соленая а это не соленая смотри оливковое оливковый маргарин прикол куча оливкового маргарина смотри это все это все она да как-то попробовать взять для выпечки да а вот еще растительный это рапсовый рапс да вообще фунт 90 стоит и здесь здесь один килограмм за фунт 90 йогурты давай возьмем йогуртов каких-то думаю попробую вот эти мы не пробовали например тесковские давай может может мы найдем все-таки вкусные йогурты ну это не совсем йогурт это мусс короче с молочкой что я хочу сказать молочка в британии беда не молочные продукты английские не нравится вообще включая молоко которая каким-то пластиком отдает да вот здесь куча растительного молока для веганов и вегетарианцев вот она дешевая кстати кофе и так далее тут цен его 2 фунта фунт 90 фунт 15 кокосовое молоко не кокосовое это миндальное есть вон и кокосовое вот пожалуйста кокосовое молоко за фунт 90 и миндальное фунт 15 возьмем да у нас да давай возьмем в украине такие такое молоко очень дорогое прям очень а здесь она дешевле чем обычное молоко по факту ну условно так и молоко коровье собственно говоря молоко мы берем большими вот такими вот почками бочонками как сколько она стоит получается здесь у нас 348 до 2 фунта 35 а вот это вот это сливки сливки которые я лично привыкла видеть вот примерно вот в таких вот упаковочках да ну поменьше и когда мы сюда приехали я долго искал где же сливки дабы или вышли и потом мы не нашли нам подсказали что вот вы любите такое вот это сливки и такие о прикол тоже с разной жирностью и стоит вот 235 фунт 35 фунт 15 большая упаковка дабы 600 миллилитров стоит 230 ну честно говоря какая тут жирность я не совсем разобралась вот тут фат написано или фэт как правильно вот тут фэт написано 55 грамм а здесь они просто разные жирности бывают но типа могут быть одинаковой жирности но разной консистенции когда непонятно у них это все у нас четко написано на упаковке снаружи сколько сколько жирности в общем мне непонятно какой жирности ну по нашим каким-то меркам поэтому я беру просто трусу его и какой пожиже какое погуще есть такой прямо сливки такие как прям сметана и они я такие не очень пожиже а мы берем жирно берем еще еще есть один прикол у них получается по цветам молоко в украине как красное молоко она самая жирная вот здесь по-другому здесь самое жирное это зеленое потом идет менее жирная синего цвета и самая нежирная это красного цвета а с кефиром ребята с кефиром здесь беда большая вот например это вот кроме этого я больше наверное видел буквально пару производителей и стоит это все как сбитый самолет вот например вот эта банка стоит 275 и вот это стоит 285 смотрите какая разница ну я думаю это слишком серьезно вот для такой маленькой бутылочки в лет 275 это занадто всякие разные эксклюзивные сыры сырки вот такой маленький сырок стоит один фунт и вот вот эти сыры которые ты говорил да что его засовываешь в духовку разогреваешь и это очень вкусно тут только сыр вот это большая такая упаковочка она идет кстати в глиняном уже таком вот горшочки и соответственно который остается у вас можно использовать его повторно стоит 550 опять 75 да и точно такой же но маленький стоит 315 вот такие вот эконом вариант большой кусок сыра да вот почти килограмм за 450 эконом вариант ну и тоже упаковки видишь там красная тут синяя видимо в зависимости от жирности этого сыра как разобраться где непонятно я так думаю что то все таки смотрят по вот этому сет да вот здесь 34 идея она интересно давай сравним сколько здесь мы когда-то сравнивали одинаковая жирность было здесь 34 не понятно ну что-то в нем разного наверное упаковку упаковки вместо таки может упаковка разная просто не нравится вам красного возьмите с ними живите в улюзии что они разные выбор человеку предоставляется да в общем сыров тут очень много всяких разных и они кстати вкусные и пошло опять готовая еда мясо макароны рис всякое такое какие-то запеканки целая курица она такая как цыпленок маленькая кило 300 стоит 347 и кусок ноги кусок свиньи стоят 450 если есть клубная карта и 550 если ее нет фарши смотри какие барашки миленькие тут побольше давно и мясо не видела тем более в руки не врала хлопья вот такая вот пачка стоит 3 фунта вот есть за полтора готовая курица уже пожарена разогрел микроволновки приятного крылышки 3 15 крылышки голени бедрышки в общем вот такие цены можете смотреть сами артишки 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 мы купили так она у нас стоит в холодильнике никто не ест туда есть и кстати вот такие они немножко безвкусные ну это как похоже как на огурцы что ли маринованные да только без уксуса и без какой-то соли она получатся по прежнему и жирноватое в масле она залито масло а вот помидорки мы любим это обалденная что-то очень давай давай большую баночку она у нас улетает вообще на 1 2 консервы здесь просто бешеных дешевые есть и по 70 по 30 по 45 пи всякие фасоль в томате без томата все что угодно здесь консервированная есть и вот к маленькая баночка томата творить борщ один раз стоит 35 майонез тоже цены разные есть дешевые есть подороже 750 миллилитров 340 и в банке 500 миллилитров стоит 85 разница очень существенно поэтому каждый выбирает уже по своему кошельку и по своим предпочтениям и специи круто не все в баночках так классно это очень удобно по одному пункту по фунт 85 есть к 3 масло всякое разнообразное и есть экономные такие вот большие банки где здесь 3 литра это рапсовое масло и стоит у нас 520 и есть подсолнечное масло оно стоит 1 литр здесь 1 литр да кстати 1 литр не 850 грамм да а все-таки литр и стоит это 210 и большая 3 литровая упаковка стоит 625 вот какое-то масло подсолнечное 1 литр но оно цвета светло-светло-светло-желтенькое и судя по тому как ходит пузырек туда-сюда то она какое-то совсем жидкая как вода на стоит 325 а вот это масло еще разное вот есть да с этим арахисово вот это кунжутная это с грецкого ореха соус песто соус чили соус томатный всякие сразу бас открыл бросил и макароны отварил и паста готова прям итальянский квартал да вот прям уже готовые макароны упакованные можно просто открыть разогреть и съесть готовые макароны добавили еще вот такой вот заправочки и паста готова сырный соус это все для пасты цены конечно понятно отварить будет самому гораздо дешевле но тем не менее уже приготовили для вас распасывали за фунт 80 о смотри торчинский кабаносы кстати веганские кабаносы возьмем постарается этот вспомнить хоть молодость до 2 фунта стоит мы в польше их не в большом количестве а вот смотри тоже этот лук которые пожарены и высушены крутая тема цибулька называется это польская есть звоты типа милины наши дали ролтона еще какой-то польский уголочек там итальянский у нас квартал здесь у нас польский квартал макароны тоже всякие разнообразные из разных сортов пшеницы и не только пшеницы вот фунт 65 здоровенная пачка здесь килограмм кстати макароны здесь не развариваются не превращаются в кашу самая дешевая даже да несмотря на то что варятся недостаточно долго стоит 95 500 грамм и 1 килограмм путь 65 чипс чипсов вообще очень мало и это тоже такая беда англии они здесь очень плохие но как бы о вкусах не спорят наверное может это какая-то национальная такая тенденция но очень много видов чипсов с уксусом да это ужасно ужасно и тут много-много уже сваренного риса вот рис просто рис просто рис без ничего стоит 35 а если он уже с разными наполнителями то фунт 40 90 пи это уже будет с овощами там такое насыщение ну кстати они прикольные мне нравится да вот здесь есть еще какие-то другие кино крупы тоже все вареное уже это кино это непонятно что тоже там кино рис и еще что было короче у них все что осталось и не закинули в казан большой вот и это уже стоит 2 супы ням-нямка мне не понравились они редкостная штука я даже не знаю сложилось ощущение что тогда просто в воду добавили крахмал и оно такое аж чуть ли как не тянется это да 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 заморозка заморозки тоже очень много всего большое изобилие разнообразие и вегетарианских и мясных блюд вообще вагон и котлеты например для этих для бургеров всякая пицца всякие в общем закинул в этот микроволновку или духовку и приготовил течение там нескольких 15 минут и у вас будет готова еда заморозки очень много всякой 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 разные и всякие со слоенными хрустящие не хрустящие очень популярные вот такие вот булки они с чесноком там внутри идут их тоже в духовочку закинул 15 минут и готово и тоже очень рекомендую довольно-таки ничего так штука она у них кстати сосиски за закатанное типа даже есть банках может я не знаю если мы здесь найдем то снимем тоже прям прозрачных банках для хот-догов такие длинные сосиски и вот в таких баночках да в стеклянных стеклянных банках и вот такие металлические тоже сосиски закатанные а вот кстати смотри кефир он стоит фунт 45 вот этот давай возьмем попробуем это млековито это польский кефир ура это вкусняшка вот это можно пить реально кстати сыр и тоже смотри и стоит он 80 и не это 400 грамм это маленький такой большой фунт 45 стоит вот и сыр и тоже это обалденные старые кстати сыров хоть большое разнообразие в британии они тоже если честно такого себе качества вот я особенно большие как-то как будто бы рассыпается не знаю такой странной консистенции на вкус вроде бы и более менее ничего так но но с виду как-то не знаю не стремает меня а вот это это польская продукция это все обалденная где-то как гауда был такой да а вот гауда вот это вкусно смотри сколько его здесь 325 а это вот этих вареники сыра пироги пироги берем пироги и вот здесь вот колбасой кто любит кто есть польская круто прям нашли отдел польский я так понимаю это прямо какие отделы вот там турецкий польский это прям отделами сделано магазинах продукция там было и китайский да и китайские и индийские да были разные это итальянские макароны паста все дела в общем так как так как лондон очень интернациональные здесь прям по отделам можно найти для каждой нации свои товары это очень здорово это очень здорово до варенье нутелла всякие сладкие соусы мед а это вот заварной крем кстати очень классная штука и нам здесь англии показали как салат фруктовый салат делается божественный просто берешь виноградик берешь фрукты всякие чик 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 покоцал этим залил и это очень вкусно я вас уверяю он стоит вообще 85 пиво он полтора фунта но мы вот такой брали до за полтора да вот такой мы покупали я не знаю тот тот мы не пробовали но вот это рекомендационно а мороженого здесь ого-го там вот кусочек пицца остальное это все мороженое чем хочешь с печенюшками с мармеладками с изюмами нет пухлишечка здесь очень милая иногда такое милая что просто трындец но посмотрите ну как такое можно не бухать но это это же милота прям стеклянная ребята стекло настоящее шампанское и шампанское шампусечка прям миленькая все маленькие баночки всякие такие ой сам я пила то я бы тоже все пил бы наверное это смотрите джек дэниелс маленькая баночка с кока-колой сразу помешали вам джек дэниелс тоже не надо время на это терять открыл баночку и пей себе на здоровье холодильник с винчиком так а шампанское у нас стоит 750 грамм стоит так 8 57 59 фунтов 23 фунт 39 45 полиция да и вот и конечно же большими емкостями или большими упаковками всегда брать выгоднее сто процентов вот например 1650 у нас стоит 12 баночек по 330 миллилитров этого литр 417 до получается банок вот 379 литр получается это реально удобно да и в британии очень любят маленькую распасовку вот прямо очень как только что вино мы видели маленькая так же сама берешь большую пачку чипсов а там это вкусненькие пачечки маленькие симпатичные берешь печенюшечки какие-то большую пачку печенья открываешь это маленькие печенюшечки маленькие конфеточки все вот в такой распасовки и все отдельно упаковано джин бим у нас стоит метровая 25 фунтов red label у нас стоит 70 700 грамм 22 фунта джек-дэниелс маленькая 15 большой не вижу за или стоит 21 внутри по клубной карте 13 карта для пьющих очень даже очень даже это джин-то джин реку это прям знаешь как это в гости к кому-то идешь нарядная бутылочка выпить купить не выпить заработать как хорошо что ты не пьешь вот они теперь будет анти реклама вот это говнище ребята жесткая серьезно лучше его не брать я не знаю может если вы любитель юпи короче вот это тоже самое юпи только жидкая наливаете водичку немножечко там пару пробочек наливаете в стакан воды и вам первоклассный напиток получается в кавычках первоклассный он нифига не первоклассная вода сладкая химическая вода я когда-то купил по незнайке забежал магазин и смотрю такое дешевая хотелось экономить смотрю а ну типа здесь еще даже дорого там там стоило по-моему фунт наверное вот фунт 75 там что стоило фунт 15 что ли я думаю о блин дешевая какая-то сладкая водичка ладно фиг с ним открываю с магазина только выскакиваю жара страшное лето я делаю глотка 3 потом понимаю что это концентрат реально можно блевануть серьезно это очень жестко приторный сладкий вкус вот этот с кислинкой и здесь его такое большое количество как будто бы значит он пользуется спросом значит кто-то это пьет вот чем прикол видать любят любят люди может быть они его через эти газируют как-то может быть кстати если газировать она может не такое плохое вот он все равно химия 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 химии 450 лаваза это перемолотый кофе туда и тогда только гол то вот обычная вещь че и разные кстати чай в англии дешевый относительно наверное конечно все в этом мире но я думаю это цены высокие где где чай например ну вот 6 фунтов вот огромные пачки стоят вообще дешево у нас получается вот такая пачка 399 до 4 фунта 240 пакетов до 240 пакетов причем чай здесь очень крепкий он прям вот англичане любят любят чаев ценят его очень с молоком молоком особенно да где в кафешках можно заказать чай с молоком и чай здесь очень высокого качества в общем мы купили основные продукты которые нам вот такая вот корзина у нас получилось мы взяли все необходимое для нас и заплатили мы и за все это чуть-чуть больше 66 фунтов очень даже неплохо я ожидала больше больше мы еще не вышли с магаза здесь значит стоят заряжаются электро тачаночки такие для инвалидов и обязательно в каждом магазине есть туалет то же самое в лондоне и на станциях метро например или не железные дороги на там national rail в общем туалеты здесь есть везде и они везде бесплатно вот такие туалеты бесплатные напоминаю бесплатно